всем привет я как всегда практически хотела снимать процесс своей идеи воплощения и забыла помните вот эту салфеточку я там показывала я думаю то видео выйдет вперед болтушка я эту салфеточку вышивки из этой салфеточки хочу переставить на другую тканюшку у меня есть кусочки ткани они такие светло-карамельные как сказать или светло-светло лимонные может быть очень легкая желтизна я хочу переставить эти вышивки сделать такие небольшие салфетки плотные в виде лоскутное шитье использовать технику такие ланч маты один для для меня вышивки эти две и я хочу одну из вышивок поставить на салфетку под влажную посуду а вторую мне нужно я накрывала этой салфеткой у меня коробка я потом покажу как это будет выглядеть у меня коробка ну задекупаженная салфетками там один в один вот такие картинки салфетки были вот я хочу использовать опять же эту вышивку я хочу использовать в этот ланч мат в эту салфетку петчворк мне все эти иностранные слова язык эффект фикции вызывают ну в общем вы меня поняли я хочу сделать новую салфетку из старых дырок и я уже забыла что я хотела все это снимать и я вырезала ну какая разница я вырезала и сейчас буду ее мастырить и буду это потихоньку показывать ну ничего у меня не меняется как все было так все есть то есть меня отвлекли звонками посещением клиенты любимые ну это радует значит я нужна значит я моя работа устраивает людей они меня посещают звонят хотят меня слышать хотят проконсультироваться со мной посетить меня я отвлеклась как раз немного отдохнула от своих увлечений от своих увлечений я прошу прощения торможу потому что медленно усилия прикладываю поэтому медленно наверное говорю учусь вместе с вами как я это сделала не спрашивайте но перенесла я эту вышивку на другой кусочек ткани буду учитывать свои ошибки понимаю где я что не так сделала ну в общем то достаточно чистая посмотрите перенесла ее эту картинку ну некоторые ошибочки но это все я только учусь свободно-ходовой вышивки это очень хорошее подспорье умение хотя бы чуть-чуть делать аппликацию и делать свободно-ходовую вышивку это очень хорошее подспорье вот в рукоделии извиняюсь я все время собираю ниточки и выбрасываю их я сейчас буду выкраивать этот коврик такой так сказать я буду выкраивать покажу или наверное начну собирать покажу ну в общем сейчас подумаю начинаю выкраивать в общем так вот что у меня получается уже как классная даже интуитивно выбрала эту ткань и только сейчас до меня дошло гляньте как подходит цвет при этом свете может быть не так видно но в жизни прям очень хорошо гармонирует вот подсолнух и это желтая тканюшечка кремовая такая кремовая поэтому вот такая заготовочка у меня уже получилось я хочу сделать как-то стежку какую-то я еще ни разу так не делала прям чтобы простила час буду учиться следующий этап покажу на прослойку и на уплотнение я ставлю как раз средину нашей салфетки моей салфетки которую я начала кромсать и сейчас подумаю я еще не думала что я поставлю вот как бы на дно сейчас подумаю я очки туда-сюда тягаю и становлюсь лохматая я уже чай успела купить с лимоном с имбирем так ну не знаю утюжить не утюжить стежку сделала теперь боюсь трогать ну красивенько получается жалко что у меня нет тонкого флизелинчика ну пока я учусь руку набиваю будет так я решила что будет на обратной стороне это вот этот лоскутик будет из тех которые я купила себе я сейчас выкраиваю прострачиваю все показывала готова ну вот и все показываю что у меня получилось очень даже симпатично наконец-то я начала использовать лоскутики которые я купила сейчас мы пойдем вместе на кухню камни и сделаем примерку моего изделия надеюсь моего освещения будет достаточно и вот посмотрите как вписывается вот на коробке рисунок а вот рисунок на этом коврике как его назвать там всякая всячина лежит с другой стороны немного другой прошу прощения по другому но никак вот вот видите там рисуночек не хочу вытаскивать там лежит кофе сахарозаменитель которыми я не пользуюсь но он у меня есть ну в общем всякая всячина можно наложить туда еще больше всего тогда просто поднимется как бы как бы вот это вот это как бы поднимется но опять же будет видно что там цветочек там цветочек и вот я в разные места эту коробку ставлю насколько мне когда удобно когда я много готовлю конечно я отсюда и уберу сейчас я в основном ем салаты фрукты овощи не приготовленные термообработкой поэтому поэтому коробочку примастила сюда ну и потом когда я сделаю себе краковине под посуду еще один подобный коврик я его покажу уже поздно вечер спокойной ночи всем кому понравилось интересно у меня на канале подписывайтесь ставьте лайки если возможность есть делитесь соц сетях мне это очень интересно меня это будет вдохновлять количество подписчиков и посетителей комментарии приятные будут меня вдохновлять на новые подвиги какие-то интересные походы поделки рукоделки поэтому милости прошу заходите подписывайтесь приглашайте своих знакомых всех люблю целую обнимаю всем пока и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»